с товарищем, выполняя контракты, проходя испытания. За это вы получите коллективные награды. Внимание, награды. Смайлики. Дополнительные испытания. То есть сначала получил смайлик. Выполнял испытания, получил смайлик. Дополнительные испытания. Типа, знаешь, как пришел на работу, типа выполнил работу, тебе говорят, а твоя награда, еще немного работы. Улучшенное внутроигровое знамя. Невероятно. Бонусы для боевого пропуска и многое другое. Под многим другим подразумевается ничего. Закатывается вражеского героя. Союзский увидит предложение и таймер. Тот, кто сумеет убить цель за отведенное время, получит 200 моих очков. Сука! Ё-моё! Говнил! Это твои стрим-снайперы, они еще, помимо прочего, будут вот эту херню на тебя вставить, и все. Ой, как же можно хейтить-то людей, вы вообще вдумаетесь. Боже мой! Как бы этого в рейтинге быть не должно, конечно. Подожди, еще раз. Ты можешь поставить начало метку. Да, и всем нужно его убить за определенное время, понял? И тот, кто убил, он получает боевые очки. Из-за этого дают только боевые очки, правильно? Да, да, да. Ладно, дар щедрости. Каждый знает, что щедрость похвала не требует, но в рамках новой программы «Подари пропуск» похвала за щедрость вполне реально. Просто дарите боевые пропуски друзьям, и вас согреет собственная доброта. А также заслуженное публичное признание в форме особых титулов для вашего профиля и экрана соперников. Подарите один боевый пропуск, и вас назовут добрым сердцем. Подарите три, прослывете щедрой душой, а расщедритесь на пять, станете мудрым умом. Да, алгоритм, который определяет лучшего игрока и двух достойных претендентов на основе различнейших показателей. Вы не только докажете, что являетесь лучшим игроком на свете, по мнению алгоритма, или что поддержка тоже может принести победу, но и получите достижение за то, что стали лучшим игроком несколько раз. Ну, понятно, они просто добавили штуку, которая есть в любой, блин, игре, где есть, типа, лучший игрок в конце матча. Даже в КС у них это есть. Ну, блин, точно вычисленных, да, это я тоже, типа, немножко кекнул. Там алгоритм, знаете, такой, типа. Чисто сам Габен сидит, типа, так, блядь. Он этот много фрагов надел, кажется, он лучший. Игротека во время паузы. Во время паузы начнут у нас, знаете, из трех мини-игр. Погью! Наконец-то, который поможет вам... Время паузы мини-игры? Да, тихо. Который поможет вам скоротать время, пока все игроки не вернутся в строй. Попробуйте себя тресними по музыкальных стульях геройской охоте. Тресними, почему? Новый таймер отвода. Новый таймер отвода. Это забавно. Теперь написано, куда стакать и куда пулить. И через сколько времени, чел? Ты вообще вдумаешься? Все уже. Вообще для... Вообще уже. Да, типа, просто для духа, который типа, куда пулить, туда стакать. Ладно, че у Пуджа. Ебать, что это, блин? Это с какого-то аниме. Как будто полигонов намного больше у Хука. Да, да, да. Он пипец прорисованный. Он как будто бы вообще из другой игры пришел сюда. Женщина-антимаг. Это лол-персонаж. Это какой-то лол-персонаж. Вот один в один. Я не знаю кто, но там это не все выглядят так. Это лол-персонаж. Это попытка привлечь лол-аудиторию. Опять дрочить. Ну, кости образовывали стены его дворца. Улицы мастились костьми всех известных существ врагов и боялись существа из плоти заходить во владение короля. Ведь он прежде всего был коллекционером и ничего в костяной империи не ускользало от вечного взора его безжизненных глаз. Короче, это просто старый ВК. Вот что я могу сказать. Биографию Папича прочитал, конечно. Да, да, да. Это биография Папича. Возможно, Папанистер вернется. Ребят, срочно к Папичу. Пишу на стрим в YouTube, где он там стримит, срочно. И говорите, Папаня, возвращайся. We need the one true king. И здесь. И здесь. И здесь. И везде написано какая-то херня невнятная. В доте нет лора. Каким демоническим принцем? Это же просто... Вообще, я бы хотел оказаться в одной комнате ночью с этой девушкой. На самом деле, это тебе так кажется, потому что ты BDSM-порнухи посмотрел, а на деле она просто тебя убьет, и все. Какое вам... Ну, как бы... Какое вам, может быть, и я. Почему Оля пришла и опять смотрит на меня как-то на боем? Да тут просто этот... Тут просто Аркана на Акашу. Что? Ну, а там Драгав Ниил разговаривает со мной. Блин, да ты... Все из контекста вырывает, короче, Оля. Аркана предмет для Виндрэйнджер. Это герой из Лола. Очередной. Аниме. Просто все аниме. Так в смысле... В смысле... А антимаг не аниме. Антимаг чистое аниме. И ВР-ка чистое аниме. Просто я еще раз. Даже сама Лера Лейни осознавала всю глубину связи с соберегающим ее ветром. Не зная своих родителей, не помняя своего младенчества, она могла слышать правду лишь в перешептываниях облитых солнцем деревьях или воебуре, скрывающих за собой даже свет дня. Блин, мне кажется... Мне кажется... Похоже на диплом какой-то. Мне кажется, даже если 10 раз это прочитать, это не обретет им на какой-то смысл. Что это за... Блин, что это? Чел, я дошел до самой классной штуки в этой игре, походу. Я хочу эту ковру поставить и сварить на нее. У меня утром так же, кстати. Я утром просыпаюсь, и я так же... Ты так же... Расходники. Ну, конечно. Мечи. Мечи, да, футбольные мечи. Наконец-то можно открыть... Наконец-то можно открыть портал с футбольным мячом, с перцем, с дискошаром. И что это такое? Что это? Похоже на замесе это будет... Вообще не будет мешать, мне кажется. А, погоди. Футбольное поле? Драгнил. Чел, зачем нам тебе какая-то кастомка? Вот она. Ну, вы знаете, уже все закончилось. Удовольствие надо получать. В 2020 году надо получать от игры удовольствие. Заходишь в нон-ранкет, ставишь ворота, играешь в футболь с пацанами, ставишь паузу, играешь в мини-игры там, ставишь смайлик на минке, фанишься, получаешь кайф от процесса. Valve молодцы, они все делают максимально правильно. Насрать на рейтинг, вообще покер, что там? Добавляешь анимешную... Анимешную антимаг, анимешную VR-ку, типа, дрочибельную Акашу, старого Врейс Кинга, диско-шар, чтобы все танцевали. Посмотрите, наконец-то. Вот оно. Вот оно, вот оно. Диско-шар, что-то... Вечеринка у меня дома собирается. Ну, вечеринка. Вопрос в чате. Сегодня будет компендиум? Нет, че, завтра. В чате... Ой, че, 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 что это? Ой, 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 котелок, который играет с шариком. Ой, тебе мое. А ну-ка иди-ка сюда. А вот, все. Все? Сука, А ну-ка иди-ка сюда. Сука. Нахера они это добавили в компендиум? Просто, еще раз. А ну-ка иди-ка сюда. А вот, все. Все? Все, все, блядь. А ну-ка иди-ка сюда. Готовы выпадут любое приказание. Ну, варды говнина какая-то. Они, кстати, так смотрят наверх, на эту всю хуйню, которая там сверху. Да, да, да. Типа, чё за хуйня? Это чё, до начала, у меня действительно подымливается вот на эти штуки. Вот на эт, на антимага, на ВВК, на квапу, на ВР-ку. Мне кажется, может быть, очень красиво хочется увидеть. А, ну и, конечно... Ну, я хочу антимага, антимага. Ну и, конечно же, вышка змея, потому что вышка змея это... Лайкодирно так и подымливается, кстати. Чел, вышка змея это просто погью. Для�ル, что-то не будет. Это чё, это Баншторм, что ли? Жеееееп! Жеееп! Жееет! Блин, что это? А кто-то может объяснить, почему это так и выглядит? Самое главное не отходите от лора Так, Эмбер Он режет шашлык Он режет шашлык и ест его Чел, это я на Эмбере О, ёп твою мать Как же так? Это я на Эмбере Он рыгает в конце, это точно я Быдло, Тольятти, все дела Ага, вот же он О, ёп твою мать Пришло цирковое представление Эмбер, Шейкер, вот этот Шашлык режет, шпаги глотает Шейкер катается На колонне Это цирк Она всегда была цирком Все больше и больше Скоро, Той Батчер пока еще Не дают нам еще Ты знаешь, ты, короче, хаслайм в землю дал Тиммейт спрашивает, ты долбоеб А ты насмешку езаешь и поехал Типа, Шейкер, ливни слайна, долбоеб Он такой Фу, как-то он слал И покатился Не, ну это надо, типа, катись нахуй отсюда И он такой Это ЛГБТ Марс? Или что это началось? Ну чел, ну да, ну да, есть немного Есть что-то Такой накачанный В доспехах Пару цветов не хватает Ну это не важно Андрюха туда любил играть на Марсе Андрюха на Марсе, да, вот это Балдалый шоу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok